И снова привет, любимый зритель канала Час Ремонта! В этом выпуске я собрал для тебя рейтинг лучших моделей механических газонокосилок. На первое место становится модель от марки Гордина. Моторизированного привода, как ты наверное уже догадался, здесь нет, и ездит и подстригает траву машинка только при помощи одной человеческой силы. Оборудована она крупными колесами, которые обеспечивают высокую маневренность и при этом позволяют не чувствовать небольших ямок на участке. Как раз за счет этих колес и приводится в действие вал со спиралевидными лопастями. Трава, попадая между этими лопастями и зафиксированным ножом, разрезается. Причем между ними есть небольшой зазор, поэтому они не соприкасаются, а это позволяет работать машинке практически бесшумно. Модель захватывает за один проход 33 см травы в ширину. Вообще официально машинка рекомендуется для использования на площадях до 150 квадратных метров. Но если в тебе масса неуемной энергии, можешь косить хоть гектарами. Высоту стрижки газона можно регулировать. Для этого есть 4 положения от 12 до 42 мм. Машинка очень легкая, ручка умеет складываться в более компактный вид для транспортировки и хранения. Так как конструкция максимально простая, отсутствуют какие-либо многокомпонентные сложные узлы, то и ломаться по большому счету здесь нечему. Травосборника в этой модели не предусмотрена, но скошенную травку машинка кладет после себя относительно ровно и аккуратно. Отличная бесшумная модель для дома, дачи и сада обойдется примерно в 21 тысячу рублей. Если найдешь газонокосилку себе по душе, то обязательно загляни в описание. Там я оставил все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А рядом есть промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место моего рейтинга становится газонокосилка от марки Эйнхилл. Основная конструкция и принцип работы устроены примерно так же, как и у предыдущей модели. Большие колеса обеспечивают плавный ход и высокую маневренность, а также не вредят газону при движении. Вращающийся вал состоит из пяти спиралевидных лопастей, которые, собственно, и осуществляют подрезку травы. И регулировать высоту стрижки здесь тоже можно, и тоже по фиксированным положениям. Всего их четыре, и в итоге они дают чуть меньший диапазон, чем в предыдущей модели, от 13 до 37 мм. За один проход машинка косит по 30 см в ширину. Эта модель тоже официально рассчитана на 150 квадратных метров площади, но конечный результат, конечно же, зависит от твоей выносливости. Ручку сюда установили длинную и удобную, можно кататься с машинкой практически не нагибаясь. Помимо всего прочего, эта модель имеет мягкий травосборник на 16 литров, установленный в задней части. Его можно в любой момент снять и опустошить. Модель обладает неплохим балансом цены и качества, легкая, бесшумная и надежная. Обойдется она примерно в 6600 рублей. Обязательно подпишись на канал «Час ремонта», чтобы не пропускать свежие ролики с актуальными подборками товаров для дома, дачи и сада. А еще не забудь поставить лайк и написать интересный комментарий. Третье место рейтинга достается еще одной модели от марки Гордина. Главное ее отличие от младшей модели заключается в большей ширине охвата за один проход – 40 сантиметров. В целом же конструкция выглядит примерно так же. Большие колеса вращают основной вал с режущими лопастями, срезающими траву. Ездить машинка умеет вперед и назад. Когда она идет вперед, то непосредственно работает над стрижкой газона. Перекинув ручку в противоположную сторону, можно просто перемещаться на колесах, не состригая траву, в новую локацию для работы. Ручка умеет складываться пополам, снижая общие габариты для удобного хранения и транспортировки. Высота скашивания, как и у младшей модели, регулируется в четырех положениях от 12 до 42 миллиметров. Модель не самая доступная, но эффективная, производительная и удобная. Обойдется она примерно в 33 тысячи рублей. На четвертом месте оказалась механическая газонокосилка от марки Champion, легкая и компактная модель, которая уверенно косит по 40 сантиметров за один проход. Колесики установлены большие, с неким подобием протектора, обладающие высокой маневренностью и при этом не нарушающие структуру газона при движении. Принцип действия машинки точно такой же, как у всех предыдущих. Никакого бензина или электричества для ее работы не требуется, нужна лишь одна твоя человеческая сила. Конструкция модели практически полностью разборная, что позволяет упаковать ее в очень компактный вид для длительного хранения, например на зиму. Весит она всего 7,5 килограмм, поэтому кататься с ней по двору легко и просто, ровно как и транспортировать на дальние расстояния. Трава сборника в комплекте с этой моделью не предусмотрена, но в ассортименте марки он есть, так что можно прикупить при необходимости. Высота стрижки газона меняется в пределах от 25 до 40 миллиметров. Стоит эта машинка примерно 5500 рублей. На пятое место становится еще одна модель от марки Эйнхелл. Основное отличие от большинства машинок моего рейтинга видно невооруженным глазом – емкий травосборник объемом в 27 литров. За один проход модель захватывает до 40 сантиметров травы в ширину. Работает за счет передачи вращения с колес на основной вал со спиралевидными лопастями. Косить травку может на высоте от 13 до 37 миллиметров. Регулируется в четырех положениях. Ручку поставили длинную и удобную. Можно не спеша прогуливаться во весь рост, приводя газон в порядок. Практичная и удобная модель для больших площадей, обойдется она примерно в 7000 рублей. Шестое место достается машинке под маркой Алко. Выглядит она достаточно стильно для такой простой садовой техники, в декоративных деталях даже угадываются какие-то черты стилистики автомобиля. Колеса, как и на всех аналогичных моделях, здесь установлены крупные, во весь рост корпуса. Они обладают отличной маневренностью, проходимостью и при этом не нарушают внешний вид газона. Ручка складывается напополам буквально двумя движениями для превращения в более компактный вид. За один проход машинка захватывает до 38 сантиметров в ширину. При этом высоту можно регулировать в пределах от 14 до 35 миллиметров. В комплекте нет травосборника, но его можно купить отдельно, выбрав из ассортимента торговой марки. Рекомендуемая площадь обрабатываемого пространства составляет 250 квадратных метров. Удобная и простая машинка с надежной конструкцией. Обойдется она примерно в 7 тысяч рублей. Завершает мой ритинг модель от марки Vortex. Очень простая газонокосилка с таким же простым дизайном. Колеса на нее установили большие, размером в 21 сантиметр. На них есть нечто похожее на протектор, так что они не проскальзывают на траве. Мы с тобой сразу же видим объемный мягкий травосборник на 27 литров, который закрепляется на задней части конструкции. Принцип работы ничем не отличается от всех предыдущих машинок. Внутри точно так же крутится барабан из лопасти и спиралевидной формы. Рабочая ширина модели составляет 40 сантиметров. Регулировать высоту можно четырьмя положениями в пределах от 16 до 39 миллиметров. А ручка может удобно складываться пополам. Для достижения более компактной формы, в таком виде газонокосилку будет удобнее перемещать или хранить зимой. На верхней части ручки есть удобная прорезиненная накладка, улучшающая комфорт при взаимодействии. В общем, довольно простая модель, неприхотливая и эффективная. Обойдется она примерно в 6800 рублей. Если нашел газонокосилку себе по душе во время просмотра, то загляни в описание. Там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока, жду тебя в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok